Здравствуйте! Это суть дела. Официальные представители Афганской национальной электроэнергетической компании Да Афганистан Брэшна Шаркат, ДАПС сокращенно, заявили, что страна должна соседним странам 62 миллиона долларов за электроэнергию. По имеющимся данным, Афганистан ежемесячно платит около 25 миллионов долларов за импорт электроэнергии. Дозностные лица ДАПС заявили, что они попросили МООНСА, это миссия ООН содействия Афганистану, предоставит 90 миллионов долларов для погашения долга, добавив, что если МООНСА не предоставит эти деньги, они могут оказать давление на тех людей, которые не оплатили счета за электроэнергию, хотя многие из них не могут себе этого позволить. Софиулла Ахмадзай, исполняющий обязанности операционного директора ДАПС, сказал, что компания оплатила счет за электроэнергию за последние два месяца странам-экспортерам электроэнергии. Между тем ДАПС должна уже более 51 миллиона долларов четырем соседним странам – Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану. МООНСА связалась с нами и рассказала, что они могут сделать для нас. Мы просили их предоставить 90 миллионов, чтобы оплатить счета за электроэнергию тех клиентов, которые не заплатили или не могут платить, сказал Ахмадзай. ДАПС направила письма странам-экспортерам электроэнергии с просьбой не отключать ее и обещанием выплатить долг. Если счета не будут оплачены, есть риск, что соседние страны сократят экспорт электроэнергии и постепенно его вообще прекратят. ДАПС должен немедленно решить эту проблему, сказал Аманулла Галиб, бывший директор ДАПС. Ряд жителей выразили обеспокоенность по поводу плохой экономической в стране и заявили, что соответствующие департаменты должны оперативно решать проблему. Статистика показывает, что Афганистан платит соседним странам от 22 до 25 миллионов долларов в месяц. Замглавы коммерческого управления ДАПС Софиулла Ахмадзай сказал, что компания оплатила счета за электроэнергию за последние два месяца странам-экспортерам электричества. Но документы свидетельствуют, что ДАПС должна более 51 миллиона долларов Узбекистану, Таджикистану, Туркмении и Ирану. Если счета не будут оплачены, есть риск, что соседние страны сократят экспорт электроэнергии и постепенно вообще урежут его. ДАПС должна немедленно решить эту проблему, отметил бывший директор Аманулла Галиб. Во время открытия новой ЛЭП в Афганистане в январе этого года, теперь уже бывший президент Мохаммад Ашраф Гани поблагодарил правительство Туркменистана за снижение цены на электроэнергию с 6 до 3,5 центов за киловатт-час. Это, кстати, почти в два раза дешевле, чем платим за электричество мы, жители Татарстана. При этом только 30% жителей Афганистана вообще имеют доступ к электричеству. Сейчас в России много говорят о том, что американцы пытались навязать Афганистану чуждые ему демократические ценности, и именно поэтому потерпели поражение. А российский посол в Кабуле Дмитрий Александрович Жирнов даже назвал талибов, запрещенных в России, адекватными мужиками. И вот эти адекватные мужики, еще и башмаков не износив после ухода американцев, требуют от мирового сообщества денег, чтобы заплатить за электричество, угрожая в противном случае оказать давление на неимущих афганцев. Зная уровень адекватности этих бородатых поборников шариата, можно только предположить, каково будет это давление. Боюсь, ООН деньги талибам выделит. Хотя, раз им так уж чужды западные ценности, я бы предоставил им возможность самим выбираться из долгов. Вы спросите, а что же будет с бедными неплательщиками? Поскольку запрещенные талибы – это их выбор, пусть ощутят последствия своего выбора. Надеюсь, это жестоко, но справедливо. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе. Субтитры создавал DimaTorzok